Мы готовим прекрасный коктейль кубинский, называется «Мохито». Распаковку красавчика Джона Сноу, персонажа «Игры престолов». С днём рождения, дорогой наш днём! Привет всем! Это А плюс М. Мы Максимяне, передвигаемся на колясках, и если вы на нас ещё не подписаны, обязательно подпишитесь. Давненько у нас не было рутинных влогов, и в этом видео собраны разные события, которые происходили с нами в мае. Сегодня, не просто 4 мая, сегодня знаменательный день, день звёздных войн. Неофициальный международный день любителей звёздных войн. И мы решили этот день, как следует, отметить. И вот, как мы решили его отметить. Мы заказали роллы. Как же я люблю роллы! Это, наверное, моя самая любимая еда. Просто потому, что я очень люблю рыбу и морепродукты. Следуя моей диете, заказывая роллы, я выбираю такие, где нету много красного, оранжевого, там, икры и ещё где нету острого. И также я выбираю те роллы, где есть только какая-нибудь рыбка или креветки. Потому что часто бывает, что там, где пишут, что это снежный краб, на самом деле это крабовая палочка химическая. И ещё плюс именно вот этого заказа в том, что здесь не крашеный имбирь. Вот он. Васаби, соевый соус. Соевый соус это больше для Максима? Да. Это у нас тёплые роллы. Ну и тут холодные. Вот то маки роллы маленькие, а эти покрупнее. И кроме роллов, у нас тут ещё есть кошка для поедания уюта. Ну и отмечаем мы День Звёздных Войн. Помимо поедания роллов, ещё и просмотром нового сериала по мотивам Звёздных Войн. Он называется Мандалорец. Вышел прошлой осенью, и мы его до сих пор ещё не видели, но вот решили наконец-то посмотреть. May the force be with you. Да пребудет с вами сила. Аня начала новую картину. И между прочим, это заказ. Так что Аня сейчас работает в самом прямом смысле слова. И что же у нас тут? Тут у нас только начало. Вот этот акристый фон для меня делал Максим. А когда она высохла, я уже сверху начала второй слой рисовать. Сейчас я делаю этот кусок неба. Затем буду делать здание. Это у нас одесский дворик. Мне заказали сделать по фотографии настоящего дворика. Люди, которые живут в Америке. Ну, а они родами из Одессы, но сейчас живут в Америке. Чтобы они смотрели на свой дворик. И ностальгировали. Ностальгировали. Кого там увидела? Нифа? Что там интересное? Птички? Мы наконец-то реализовали свою старую задумку. И сделали подсветку на лоджии. Теперь у нас вечерами как будто бы падает такой приятный рассеянный свет со стороны окна. А также пространство лоджии. Раньше вечерами было в темноте, там не было света. И пространство комнат оказалось меньше. Теперь намного лучше. А вот так это выглядит изнутри. Светодиодная лента. И там специальный такой блочок, который дает питание светодиодам. И он уже подключен в розетку с помощью выключателя. Наш текущий прогресс по собиранию пазла на 3000 кусочков. Пока я с трудом мучительно собирал бабочек, Аня собрала практически целый клюв главному тукану на картинке. И мы вам хотим сказать, что собирать пазл на 3000 кусков это ужасно непросто. Аня начала курс очередной, чтобы попить разные пищевые добавки для улучшения здоровья. И мы тут вот заказали. У нас здесь суперфлора, это пребиотики. Люцерна, это для пищеварения. Артишок для печени. Ассимулятор, это для лучшего усваивания белков. Они посоветовали его кушать вместе с мясом. Витамин D3, это вообще классика для всех, кто сидит дома и мало бывает под солнцем. У всех дефицит витамина D3. Витамин К, ну он для того, чтобы витамин D3 лучше усваивался. Каензимчик, тоже классика для людей с нашими диагнозами. Ну это там дает энергию клеткам, для сосудистой системы, сердца хорошо. Ну и железо. И я, кстати, вместе с Аней пью тоже витамин D3 и Каензим. И мы так посмотрели на вот эту всю кучу баночек. И представили, как мы будем это в течение дня по несколько раз все открывать-закрывать. И решили с Аней, что нам просто необходимо вот такая вот штучка. Вот такая вот красивая штукенция, которая называется органайзер для таблеточек, лекарств или контейнер. Ну вообще органайзер. Органайзер для медикаментов. Семь контейнеров по дням недели. Утро, вечер. Утро, вечер мудренее. Утро, день, вечер. И там вот контейнеры, которые называются сон. Ну туда я просто свои разложил, которые я пью. И мы сейчас с Аней так увлечен. И с таким упоением раскладывали все эти капсулки по этим контейнерам. Это оказывается так занимательно. Вот, ну и правда реально удобная штука. То есть вот так вот просто открыл там контейнершек и все тут тебе уже готово. Раз в неделю надо только посидеть, это все пораскладывать. Наконец-то пришло лето. Клубничка. И добавим во влог немножко нифы. Немножко нифы сделают любой влог лучше. Творческий процесс. Ну что, по-моему, дело продвигается. Мне нравится, как получаются окошки, так естественно. А вот там оригинал заказанной картины. Точнее, объект в реальной жизни, дворик, который нужно изобразить на холсте. У меня сегодня день рождения, и мы готовим прекрасный коктейль кубинский, называется мохито. У нас для этого есть ромбокардия, сахар тростниковый, коричневый, недешевый. Говорят, что раньше вообще, в советские времена, мне родители сказали, что тростниковый сахар это был самый дешевый и плохой сахар. А сейчас все наоборот. Максим, ты забыл сказать, что у нас еще есть мятка, свежая, лаймики. Пошли в ход лаймики. Итак, первым делом мы давим половинку лайма. Итак, пошел сахар. Теперь кладем тростниковый сахар. Опа. Максиму положили только что две, он любит послаще, он сладкий парень. И к нам поспела Виктория. Так, это Валяна, да? В данный момент они сейчас размешивают лайм с сахаром. Но мне кажется, это уже вкусно. Там у нас идет лед. Пошел ледик. Пошла мята. Шесть, кажется. В общем, надо по 10-12 листиков мята. Максим, а почему такое точное количество? Да, ну так рецепт. Теперь мяту нужно помять. Поэтому она и называется мята. Нет, шучу. Максим, не знаю. Сильно мяту ругать не нужно. Как говорил, Федель Кастро, Лунахита. Мяту нужно слегка примять, потомить. Для красоты у нас пошел лайм. Это даже и для аромата, я бы сказал. Итак, у нас пошел лед. Ну, наверное, хватит. Вот постоль-то. Лед вообще нужно крошить не так сильно, но у нас просто получилось так. У нас такой блендер. У нас снег просто. Да, у нас в итоге вышел снег. У нас в Одессе не было снега, мы его делаем в блендере. Мне это напоминает поселок моих родителей весной, в марте. Самый главный рецепт ромбокарджи. Светлый ромбокарджи. В махито идет светлый ромбокарджи. А тем временем Максим верных стаканчиков вымеривает. Бокарджи. Да. Так, а где безалкогольные какие-то рубашки? Молодая тормежа. Ты моя, да. И последним финальным штрихом, до королев в вокал наливается газировка. Поехали. Ну так, чтобы не разлить просто, когда несешь. Ну вот так где-то. О, поняла? А там доспевает курочка. А как она? Вы только послушайте этот божественный звук. Что это за такая розовая кутика? Тут у нас вот такая курочка. Сочная. Такая румяная. Пока Максим там сидит, мы сейчас собираем тортик ему. Вот такой. Необычный торт, не как у всех. И это правильно. Спасибо. Вам нравится? Да. Кристина идет тушить свет. Хэппи бёзды или с днём рождения? С днём рождения Максим. Да. Какая красота. С днём рождения Максим. С днём рождения Максим. С днём рождения, дорогой наш. С днём рождения тебя. Задувай свечи и загадывай своё самое сокровенное желание. Всё, я заготовал. А тем временем маленькая проказница тут делала грязные дела. Вчера мы весело отметили мой день рождения. Кушали заказанные роллы, горячие. А ещё я, собственно, ручно сделал, накрошил летний овощной салатик. Всем понравилось. Было очень весело. Мы играли в настольную игру. В общем, день рождения прошло просто на отлично. А вот мне подарили шоколадные конфетки итальянские, капучино. Очень вкусная. Красивая футболочка. И коллекционная фигурка из Игры Престолов. Это же Джон Сноу. Красавчик. А эти конфетки мне подарила Аня. И они не простые, а под каждую конфетку Аня положила записочку с пожеланием. Это конфетки с пожеланием. Ну и теперь снимем распаковку, или, как говорят, за границей, анбоксинг нашей новой фигурки. Красавчика Джона Сноу. Самого известного персонажа Игры Престолов. Популярного сериала вы наверняка о нем слышали или даже смотрели. Вот так она выглядит. Коробочка со всех сторон. Тут вот картинки разных фигурок других персонажей из этого сериала. Ну, мне кажется, Джон Сноу самый такой интересный из них. Открываем. Так. И... Вот так вот он выехал из коробочки в положении лежа. Вот такой вот Джончик. По-моему, у него даже крутится голова. Можно попробовать. Нет, голова у него, кажется, не крутится. Вот так вот он выглядит. Его озадаченное выражение лица, озадаченное судьбой всех Семи Королевств. Его меч. Тот самый, видимо, который он получил от предводителя Черной Стражи. Стражи, кажется, я уже даже начал забывать сюжет. Шрамы, полученные во многих боях. Одежда у него. Ну да, вот это вот. Плащик такой с мехом. Обмундирование Черной Стражи. Да, его причесочка. Фирменная. Всем нам хорошо известная. С хвостиком. Зима близко. Люди Севера. Я буду вашим предводителем. В общем, классная фигурка. Мне очень нравится. У меня это уже вторая коллекционная фигурка от этого же производителя. Еще одну мне подарил когда-то друг. Там, из компьютерной игры один персонаж. Ну, я стал на год старше. Но жизнь продолжается. Ставьте палец вверх под этим видео. И под другими тоже ставьте. Пишите ваши комментарии. Обязательно подписывайтесь на наш Саней канал, если еще этого не сделали. И ставьте колокольчик. Встретимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok